всем привет и сегодня мы отправляемся куда правильно петербург как я планировал последние выходные лет 2023 года не знаю что вам сказать сейчас проснулся в 6 30 и 8 30 я уже я надеюсь что я не опоздаю на лазочку вот короче я поехал чтобы вам снова не показывать вот этот весь маршрут да сделаем намного проще давайте норм раз-два-три ну чё приехали красиво да таком на эгоическом стиле вокзал короче и красиво да как обычно все мне предстоит еще прогулка через город и уже потом собственно мы с вами пойдем в парк билеты я в этот раз уже взял заранее все купил по пушкинской карте и сам парк и в дворец потому что мало ли интернет сурово пропадет поэтому новый трип с вокзала красиво снова я прям не могу значит планов будет расходчик такая да во первых в нижний парк сходить потому что верхний сад закрыт до 24 года на реставрацию потом посетить большой петергофский дворец говоря потому что там я вообще принципе ни разу не был внутри него если парке в самом самом я был два раза первые когда меня был кажется еще в седьмом классе я учился мы с папой ездили но это был ужасно мы ездили где-то кажется в июне было плюс 30 с чем-то я натерли мои новые кеды все было максимально с родительными ничего не нравилось и вообще хотел бы быстрее уехать так себе понимаете впечатление и второй раз это было на выпускном девятом классе когда мы за ночь до этого получается слонялись по городу с друзьями успеть на развод мостов искали наш класс ну короче история очень интересная расскажу когда-нибудь потом возможно даже с кем-то из участников этой безумно увлекательной истории что-то очень мало поспали нас рано утром вывезли просто привезли выгрузили и тоже особо удовольствия не было потому что мы все хотели пить у никого воды с собой не было сейчас вот этот бау понимаете в нем 5 литров почти а тогда приехали как бы хотим пить а там внутри самого паркового комплекса эти платочки там такая бутылочка воды только эвен и только 120 рублей мы как бы такие ребята что скидываемся да тогда давайте как-то есть и мишечка глотнем водички вот поэтому как-то вот так вот а теперь хочется нормально всецело насладиться данным местом то собственно я собираюсь делать ну беру вас с собой поэтому если интересно до сих пор я для вас не очень душный оставайтесь с нами я зашел еще в магазин дабы взять себе что-нибудь перекусить и знаете что выходя из него я увидел это красиво да вот живешь так в городе а у тебя такая красота в центре стоит мало того что в городе есть петербург так еще и вот это очень красиво все как обычно на красивом ну вот собственно я и здесь можно сделать нормальный раз вот теперь я темненький но зато но красиво красиво все красиво все красиво в итоге планы какие я могу ввасть в дворец либо в десять тридцать есть время либо гладиться дня сейчас почти десять поэтому я думаю что сначала хожу в дворец пройдусь и потом спокойно смогу гулять потому что я не знаю буду ли гулять там до двух часов поэтому думаю что сначала все таки схожу в дворец посмотрю а потом будем с вами гулять по саду а чё фонтаны не работают я как бы в помещении инфаркти почему не включаем почему из пасти льва у самсона не идет вода пересопка что-ли короче . а 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 Мы с вами стоим, вот на этом лекарином, мусором и водой. И вода. Простите в воду. Несучите ее. И самостоятельно. Отпекайте сюда. Под наклоном. Уезжайте все. Возьмите все. Готов���ые бисurmасты. Они пищат лака. По мастерски мстантам, смвер reset. В هазко. Она с лук... фонтами включили, частью есть, я доволен, красиво очень на самом деле, вот я вот только сейчас наконец-то в полной мере могу все в целом насладиться красотой этого места, потому что потрясающей красоты, знаете, живу в Питере давно достаточно, а в Петергоф все, не ездил, не ездил, ну тут очень красиво, ну очень-очень красиво, не знаю, сколько раз за видео я это повторю, но почему бы не повторить, собственно говоря, всем временем я жду в 10.30, чтобы пойти в дворец, осмотреть его, его роскошные интервьюеры и далее снова гулять по парку, так что, можно сказать, интересно, давайте какую-нибудь справочку, вы знаете, что Петергоф является обладателем самого высокого, ну в 18 веке точно фонтана, собственно, Самсон разрывается и пасть льву, и по сей день, от момента его создания в 17 веке до нашего времени, весь вот ансамбль из фонтанов функционирует без электричества, то есть если, ну, другие какие-то фонтаны, в центре вашего города фонтан, и он работает от насоса, где вода закачивается под напором, собственно, из-за чего труя бьет, и так вода циркулирует внутри него, а в Петергофе все с 18 века работает за счет гидравлики вроде бы, это называется, у меня по физике заделается класс 3, пойти вот тут. И в чем весь смысл-то? Система была придумана еще в 18 веке, и ведь почему опять же построен весь дворец в таком месте, на берегу финского залива? С другой стороны его, вот здесь там финский залив, а там просторы, постепенно увеличиваешься, поднимаешься по высоте. И там есть озера, реки, небольшие пруды. В 18 веке была придумана система соединить все вот эти водоемы, которые постоянно пополняются водой, да, и провести от них канал к дворцу Петергофа, дабы они спускают с высоты, стремясь к более низкой высоте к финскому заливу, образовывали внутри там давление, вода текла под давлением, в принципе, да. И за счет этого, собственно, образуется такой напор в фонтанах. Здесь он абсолютно естественный, вот. Потому что просто вода спускается под сильным напором, вот, через узкие трубы, форсунки и так далее. За счет этого, собственно, фонтаны бьют и так уже три столетия. Представляете? Вот так вот. Между прочим, даже в Версалевом любимом не такая система. Там с этим куда более все напряжено. Там воду подкачивают. И вода, сбиваясь здесь в форсунки, образует такой прекрасный фонтан, по сути, да. Далее стекает вся Афинский залив. Понимаете? То есть вода, по идее, просто течет. Одни водоемы всегда на высоте, другого водоем на низкой высоте. Из-за образующегося давления, когда вода быстро стекает с разных высот, она вот такую вот красоту создает. Причем в 18 веке, наверное, создание Петергофского дворца, трубы были выполнены из деревьев, из стволов деревьев. Ну, это сложно поверить, но, тем не менее, брали ствол дерева, его оголяли внутри. И получалось, как труба. Ну, представьте, ствол дерева просто без внутренности. Труба, труба. Вот. И это были самые первые трубы, по которым, собственно, текла вода. Естественно, просачивался и так далее. Никто тут не говорит о герметичности данного устройства. Да. Но первые трубы. Потом были уже железные. Собственно, сейчас тоже есть железные. И сейчас уже, в том числе, есть податливые такие резиновые шланги. Вот. Но самые первые трубы были выполнены из дерева. Так вот. Такая вам историческая заметка. Будьте знать, будьте умнее. Од? Такая лепее? Такая лепее, цистем месте. Да. И также, как правило, это происходит дорожное. В Санкт- put- ты шесть утра. Кое пламя в staring в консablo. Продолжение следует... 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 Своим... Продолжение следует... 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 Откуда вытекает вода из фонтана, такой приятный Я предлагаю где-нибудь здесь приземлиться, немного откусить мою булочку, яблочную, потом книжку покажу, и пойдем с вами дальше. Я считаю, что дверь приятная, сейчас надо только выбрать сиденье. А сиденья такие, знаете, сиденье на выбор, выбор тоже приятный, ну давайте этот. Такая же у меня большая полпа, я еще на пакетик сел, потому что белые брюки, что еще надеть? Значит, книжка вот такая вот роскошная, я думаю, вы понимаете, почему я ее взял. как бы она меня сразу приманила, когда стояла на полке, а когда я посмотрел, почитал, и что в ней рассказывается, решетку надо брать. вот такая вот роскошная, вот такая вот роскошная. Хотите тоже здесь вот так вот посидеть? Приезжайте в Петергоф. Кстати, для держателей Пушкинской карты, в принципе, как я прошел, стоимость ввода всего лишь 600 рублей. Да, 600 рублей вход в парк, и 600 рублей я заплатил, чтобы в самом дворе зайти. К сожалению, в отличие от Рененбаума, где можно бесплатно войти в парк до 10, здесь такого нет. Видимо, из-за большей популярности среди посетителей, туристов. Потому что, господи, пандемия, вот говорили, что после нее не возобновился такой поток, и, в принципе, не возобновился туристов из Китая. Но, тем не менее, достаточно много. Я даже будешь представить, сколько их было до пандемии. Потому что сейчас шли, там такие экскурсионные группы. О, уточка. А вот здесь, собственно, протекают небольшие ручей Ти, в котором стекает вода из фонтана. Вот он идет, вода из него течет, 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 течет. И финский залив утекает все. Это, собственно, небольшой дворец Петра Первого. Низкий одноэтажный. Самым большим помещением которого является большой парадный зал. Собственно, вот здесь, в данной точке, находится. И, с одной стороны, финский залив, а с другой, такой прекрасный райский сад. Вот тут, казалось бы, так просто, но, опять, не так красиво. Значит, блюстрады на крыше и окон с рацутской растекловкой. А это небольшой китайский садик. Был там уже. Собственно, один из фонтанчиков петли. Вот так вот сидите на скамейке и резко включается вода. Ребята, решаем, куда пройдем. К тому фонтану. Сначала кайфуем. Давайте сюда сначала. О, он закрыт на реставрацию. Там обычно во все стороны бьет фонтан. Ладно, давайте с вами посмотрим на отсушенный фонтан. Следующий фонтан шутихо. Сидите себе на лавочке и резко включается вода. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. по центру косами из планов на ближайшее время просто погулять еще немного телефон садится постепенно поэтому много снимать уже не очень хочется и потом снова на вокзал сажусь на ласку и еду домой потому что мне сегодня вечером еще снимается для вас новый рецепт да какой не скажу будет интригой узнаете 3 сентября ну а пока я направляюсь в дворец марли расскажу вам еще о чем в годе великой отечественной войны когда немцы наступали уже и происходила эвакуация состояния из царского села из Петербурга ну из наших родов в музеях скажем так в Петербурге была такая ситуация что точно большое количество конечно экспонатов успели эвакуировать что-то нет как например некоторые стеновые панели текстильные не успели увезти в буквац но зато успели спасти хотя бы несколько рулонов этих образцов тканей благодаря которым после войны удалось восстановить целиком отделку стен тканевую заткать все заново вот а что касаемо сада так как в то время уже не успевали просто увозить не хватало вагонов и так далее и в принципе очень большое количество мужского населения ушло на фронт остались уже люди более пожилого возраста женщины которые собственно и увозили всю эту эвакуацию паковали были садовые статуи мраморные и их уже просто не успевали увезти а это все-таки тоже считается достоянием и было решено просто их закапывать прям в этом саду могут ну вроде бы двух или трех даже не трех метров меньше трех метров просто откапывали листату и закапывали и чудо чудо то что немцы даже пытались найти эти статы они копали но недостаточно глубину откопали буквально где-то на метр ничего не нашли и шли дальше остатые были таким образом спасены тем что их какой-то не захоронили на какое-то время это дворец марли это город внутри которого в конец есть история в виде его архитектуры различных памятников да то есть архитектура еще за то что вблизи этого города находятся столько потрясающих мест царское село петербол архитектуры аранинбаум все это так близко все это так красиво что я не знаю сколько лет смогу уже прожить в этом городе сколько я буду жить как служится моя жизнь но я по правде считаю что это самый лучший город у нас вот да возможно здесь это финансовом плане ну скажем так в москве конечно уступает если брать по каким-то основным критериям но плане своей истории и красоты самый красивый город я прекрасно понимаю и скорее всего подразумеваю что какой-то момент я покинул но вместе с тем я себе вещаю что и обязательно сюда скорее нас поверну ну что как бы это по вкусу не звучало это мой город я слишком сильно возможно люблю историю особенности 18 века ну и 19 в том числе потому что это было очень красивое время я конечно не живу в прошлом но я восхищаюсь хорошо там где нас нет смысле и во временных периодах но не знаю в этом месте определенное состояние ощущается успокоить сверху салютно все в людей поменьше всего вот сейчас вот дворец марк Пусть в Вернинвауме не было белочек, зато здесь есть. Красный полунь, не знаю почему красный, но вот. Что я хотел вам еще сказать. У меня ласточка через полтора часа, на телефоне 15% зарядки. Я нашел поблизости Бэггинс, и в темпе Вальс сейчас иду туда, дабы пусть есть время. Будет зарядить телефон, но сегодня еще выпить съесть, не знаю. Ну какие-то вот такие вот пока что. Планы, новости. Сводка, машина эвакуирует. Не надо парковаться в неположенном месте. Вот так вот. Я очень вкусно посидел в Бэггинсе, выпил латте, съел очень вкусную мягкую трубочку вафельную с переногущенкой. И сейчас уже подхожу, что-то телефон хотя бы тердил, самое важное. И сейчас уже иду на вокзал. У меня через минут 25 ласточком. И поеду обратно в Питер. Специально ради вас иду сюда, чтобы снять этот красивый вид на вокзал. Красиво, да? Самое забавное, это когда через такой вокзал на готическом цитате приезжает современная ласточка. Вот вам и единение разных эпох. Единственное, что мне не нравится, это то, какая у нас, какая цветовая палитра, такой триколорскоеобразный у РЖД. Потому что, ну, кто знает, это там темно-серый, светло-серый и красный. И эта такая палитра, ну, как бы так сказать-то, ну, она абсолютно не сочетается с историческими вокзалами. Я помню, много кого смотрел, не буду знать фамилии, различных людей, которые все это снимали. Я с ними в этом плане полностью солидарен. Если сравнивать с некоторыми вокзалами Европы и Америки в том числе, там больше на это делают упор. В том плане, если вокзал современный, да, тогда все можно сделать в современном стиле. Но если он исторический, то вот такие вещи, как, не знаю, таблички, в какой цвет красит какие-то познавательные знаки, они более соответствуют классическому стилю. То есть они деревянные, на них там золотом, вот этим красивым шрифтом выписаны все вот эти вот надписи. А у нас, ну, просто как по болванке делают. Мазанули здесь красненьким, здесь сереньким, да, здесь вот это вот мазанули. И ты смотришь, ну, вот, не знаю, на Витебском вокзале, когда я надбываю, ну, вот тоже красивый вокзал в стиле модерн, на тебе налепили, здесь мазанули. И ты как бы смотришь, ну, ребят, ну, вот вам так сложно, а? Ну, вот можно сделать так же, как это было в свое время, ну, в другой эпохе? Таблички же тоже те же самые были. Ну, вот зачем вот это вот так вот? Ну, короче, вот это какой-то, знаете, пофигизм немножко бесит. Когда сделаем так, по болванке, ну, вот, ну, нету вот этого желания сделать реально красиво, эстетично. Вот это, конечно, немножко огорчает. Но вокзал реально очень красивый. Давайте прощаться. Поездка была безумно классная, вкусная, красивая, эстетичная. Надеюсь, вам тоже понравилось, потому что мне очень... Возвращаюсь я с книжечкой, которая просто мне сейчас из-за своего веса пороломит плечо этим шоппером. Просто на меня просто то одно, то другое. Просто вок, понимаете, да? То в руках нет, все равно. Тяжело очень. Я вообще не знаю, зачем я ее купил. Точнее, я знаю, чем я ее купил, но не подумал о том, что она тяжелая. Ну, как говорится, это гранит науки. Гранит камень нелюденький, да? Поэтому всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки. Мне это не столь важно, но это помогает видео, там, становиться популярнее, попадайте в рекомендации, комментарии пишите. Куда бы вы хотели, чтобы я сейчас ездил? Потому что хочу, это я много. Может, вы знаете, что это еще классные места. Ну и подписывайтесь, если вам, в принципе, нравится то, что я делаю. Вот. Всем пока. Спасибо.